Дорогие друзья, коллеги, приглашенные, будущие друзья, надеемся. На сегодняшний вечер презентационный ужин, теоретический ужин, реализован по проекту «Качественный европейский сыр», который инициирован в Европейске, произведен в Болгарии, который инициирован Ассоциацией молохоперерабатывающих предприятий Болгарии, поддерживает Еврокомиссия и их местным болгарским министерством сельского хозяйства и самой же Ассоциацией. Этот проект – трехлетний проект по продвижению болгарской брендзы, которая здесь была. Можно ли, можно ли, брендзы? А? Болгарская брендзы и желтого сыра «Кашкавал». Это традиционные болгарские продукты, которые многим из сидящих здесь, это стало известно еще с давних времен Советского Союза, когда Болгария кормила весь Советский Союз вкусными сырами, овощами и фруктами. Снова возвращается этот же сыр на наши рынки, только теперь уже годы гиды Европейского Союза с европейскими стандартными качествами, но вкус тот же, традиции те же, та же соленая вкусная брендза и «Кашкавал», с которыми можно делать замечательные блюда, употреблять их в салаты, жарить, запекать, тереть на пиццу и так далее и тому подобное. То есть включить в вашу кухню его будет очень легко, тем более, что у вас белый сыр довольно популярный на завтрак, обед, ужин, десерты и так далее. В рамках этого проекта мы организовываем участие в выставках для ассоциаций, для представителей ассоциаций, которые сегодня здесь собрались. Я позже дам слово им и каждому здесь сидящему за столом представиться, просто сказать, из какой компании вы пришли. Ужин абсолютно неформальный, никаких речей, тостов и протоколов у нас нет, мы просто наслаждаемся теми блюдами, которые приготовил для нас ресторан с этими сырами, я буду говорить о них немножечко позже. Сырные тарелки у нас уже здесь, холодные закуски ужин на столе, позже ребята будут нам подавать горячие закуски. Абсолютно свободное общение, кто с кем рядом напротив и так далее, делится мнениями, как нравится эту тату, наши делегации, и нам в том числе. Меня зовут Андрей, и мой коллега Хибо. Мы занимаемся организацией, помощь в организации мероприятий для ассоциаций по продвижению этих проектов. Кроме выставок мы еще будем организовать дегустацию супермаркета в Баху. Кроме этого мы будем проводить все те же мероприятия в Казахстане и Эмиратах. Это трехлетний проект на три страны, Азербайджан, Казахстан и Арабский Эмират. Мы берем большие города, проводим в них дегустацию, участвуем в выставках, проводим подобные презентационные ужины для шеф-поваров, для потенциальных дистрибьюторов, для диетологов, журналистов, для всех тех, кому это может быть интересно, для фудблогеров, всех, кто связан с едой, ее употреблением и рекламой. Проект не несет в себе задачу продвижения какой-то конкретной марки, потому что это государственная финансия. Присутствующие имеют свои бренды, поэтому нарезанные здесь сыры, они имеют какое-то свое название, свою жирность и так далее и тому подобное. Большинство из этих сыров производится из разных видов молока. Это коровье, козье, овечье, буйволидное молоко, либо в какой-то пропорции. Кроме этих двух сыров, которые представлены здесь у нас на сырной тарелке, есть еще масса других сыров с добавлением трав, соленостей, копченостей и так далее и тому подобное. То есть есть довольно большой ассортимент этих продуктов. Это не только два продукта, которые мы здесь сегодня представляем. В ассоциацию входит более 50 компаний, которые производят эти сыры, плюс кислое молоко, которое здесь называется йогурт. Кроме того, производятся другие молочные продукты, о которых, возможно, скажет заместитель председателя ассоциации, господин Семен. А потом, в 5 или даже 6 лет, мы работаем по продвижению этих продуктов. Мы начали в России, в Украине, проводили дегустации в супермаркетах. Довольно популярна была болгарская брынза, которая, в принципе, даже не нуждалась ни в какой рекламе, потому что все помнили, только большие буквы написали на куске сыра, что это болгарская брынза, это уже достаточно. А если мы еще ставим промо-стенд, который дает попробовать этот сыр покупателю, естественно, продажи возрастают в разы, и это дает серьезный толчок членам ассоциации для того, чтобы в виде дальше производить больше. Поэтому это все ждет нас впереди. Кроме того, хочу, забегая вперед, сказать, что в следующем году мы будем организовать поездку в Болгарию на производство, будем приглашать журналистов, также потенциальных дистрибьюторов, диетологов, шеф-поваров. Организованной группой, небольшой группой, будем показывать вам производственные возможности, складские помещения и гулять по прекрасным городам, Флопдив, Старозагора, София и так далее. Туда, где, ладно, там, где, собственно, производятся эти продукты, будем организовать подобные поездки. Это недельная поездка, от вас нужно только желание и улыбка. Все. А? Все, замечательно. Значит, вы записываетесь на отдельный список, там есть же список замечательного проекта за начало повреждения болгарских сыров в Мазельяне. Вот так, ближе, вот так, и амбассажеры швейцарские. Это было круглое. Вы уже представились? Вы не слышали. А вы только... Да, я все, я прекращаю. Да, ничего, все, я... Что сделать? Что сделать? Андрей, немного помогаю в организации. Я помощник. Мне когда спрашивают, это... За этим столом, инициатором этого проекта и этого всего действия является ассоциация молоко-перерабатывающих предприятий Вот их флажочек, с одной стороны, с синяя там АМБ написано, а с другой стороны бирюзовый цвет с ценными головами, это логотип проекта. Девочки наши технологи, Кивнар, Эль-Нура, Лейла и Тунзаляхан, они члены правления в ассоциации. К сожалению, наш президент не смог прийти, так как у него немножко домашние дела были, которые не смогли быть отлагательствами. А вы передадите ему от нас привет? Да, он поручил нам наладить с вами деловые отношения. Пришли мы сюда по приглашению Баратова. Да, Николая. Он очень приятно отзывался о вас, о вашей компании и надеялся, что мы будем сотрудничать в будущем. Сыры ваши я сегодня на выставке попробовала, великолепный вкус детства, как вы говорите, постсоветская страна. Но все-таки мы этот вкус знаем, мы этот вкус любили. И еще хочу сказать великолепное вино. Спасибо за вино. То есть оно тоже божественно также, как и сыр. Все в комплексе. Особенно мне понравился вкус и сыр. У нас, кстати говоря, в подарочных пакетах мы работаем. Мы обязательно выдумали о Зарваржане. Для того, что гиброкомиссия буквально с недавних пор, на славе Зарваржане, из всех стран, куда приоритетно можно отбегать властей ситуации. То, откровенно, в этой комиссии не рассматриваясь этот жан, как тот рынок, который может покупать йогурт. Очень популярный. А это видно на фарме, да? То есть найти вот такими вот пакетами белый сыр. И вот для этого банка под йогурт можно только упасть. То есть это банка под йогурт. Я думаю, что можно йогурт покупать больше, чем я. Я думаю, что можно узнать, что мы тут делаем, если банка не будет. Я думаю, что я не буду использовать. Я думаю, что на банке уходит на один обед. Это больше, чем больше. Сейчас мы увидели одну познаваться в первый раз, другие люди были много раз. Наши руководители сейчас обрагают. Он был с нами много раз, он знает, что мы можем, где мы были, а мы были, как я сказал, еще 7 лет тому назад, у нас это 3-я программа европейская, я болгарский, нет, это ботинский, но европейский сыр, первые были в России, потом были в эмирстве, были в Австралии, там самые далекие, как зовут, далекие, длинные были. Оказалось, в Австралии был сумасшедший успех у нас. Да, и сейчас это, я желаю все, люди, которые хотят работать с Болгарией, но и имеют какое-то желание, присутствуют мне этой позади, не хочу говорить болгарское брынзо, болгарское брынзо это, как зовутся, визитные карточки Болгарии, в мире, это известный в мире, проблема, это самый известный в мире болгарский кислородок, йогурт, не, я скажу йогурт, я не могу сказать, йогурт, другой продукт, другой, но проблема, это продукт, потому что срок хранения очень маленький, не может так принести в мире. Сегодня переменовали на Днепр. Ты где живешь, в Днепре, что рыба, что ли? Сегодня шутки там там в Фейсболе. А, это из-за Петра, что ли? Да, да, декоммунизация происходит, на слово. Здравствуйте, я представитель журнала «Беземметра», юморного журнала. Мы, Ишхалла, собираемся работать с вами, рекламируем постель, надеюсь, что сработаемся. Мы очень хорошо работаем, работаем с группой «Публичник Хаус», издательский и он гастроном. У меня есть фейсбол, но я не знаю, что мы, в Европе, не говорим, что мы получаем субтитры. Мы в Таминах, в Таминах, в Таминах, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Я буду очень короткий, я торговский представитель посольства Болгарии. В круг моих обязанностей входит вспомогать болгарских компаний, которые хотят присутствовать на данный рынок и я стараюсь этого делать. Удачи всем и хорошей вечерей. Мы уже по-моему подружились здесь, уже сказали как мы любим Баку, по-моему уже напомнили друзья. Я могу сказать, я ес Андрей Маджаров, из Болгарии. Мое производственное предприятие находится в городе Плов-2. У нас две производственные предприятия, молочные продукты, которые вы и сейчас увидите. Мы тоже производим бренза, българский ришковал. Имеем тоже и предприятия для калбаса, которые производим сера копченая калбаса и другие, да, полна и гава производства. Для себя что могу сказать? Кампари я создавал 25 лет назад. Я технолог. Моя женщина тоже технолог. И в 35 лет занимаемся с производства. Меня зовут Андрей Дмирачев. Я директор в местной компании, которая тоже находится в городе Плов-2. Наша компания состоится от три предприятия. Первым в городе Добрич, вторым в городе Плов-2. И третъм намерят се в городе Разлог. Мы основно производим белый аппаранс и фишковал. Наши рэнки исключительно для износ. Экспорт. Экспорт. Да, да, да. Наши компании создадены тоже для Одесса. Козы, ловчи, бараны и коровы. Коровы. Производим масло и йогурт. И извара как называется? Творог. 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 И все продукты там. Кефалатири. Для гречи там немного кефалатири. Как кашквалу. Солёвощина. Да. Он поставят на мальгал. На мальгал можно поставить. Или там на пицце. Кулинаров и журналистов отвозили по производству консерваций. Но в мае еще нет ни по консервации. Типа перец и помидор. В конце мая, в начале и юня идет сбор лепестков роз. И когда ты стоишь возле розовых долей. Просто на дороге останавливается группа. Ты просто теряешь сознание от запаха розовой доли. Сейчас будет ветер. Ты просто узнаешь. У нас поля миллион роста. Тут вопрос. Кто-то, кстати, знает приблизительную стоимость одного литра розового масла. Ай, да ладно. А водители у вас и раньше так ездили или только по формулам не учатся? У нас полет. Надо? Я сам держусь вот так. Нет, просто из-за формулы. Сейчас дороги... Там нет разметки и они едут просто... У нас как разметками никто не ходит. И поворотами тоже. Их лампочки для поворотов не продаются. Продаются, но... Я уже пробовала. Сейчас как-никак это свое. Как-то так, что вот, а... Он добавляет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...